Привет, с вами Тони Торнадо и сегодня я вам расскажу, как сделать скоттиш ролл. Отличие скоттиш ролла от обычной ваты заключается в том, что скоттиш ролл впитывает намного больше жидкости и отдает ее максимально-максимально до суха. Для этого нам понадобится хлопок, ножницы, пинцет, ну и намоточка, естественно, с дрипкой. Что мы будем делать? Для начала нам надо... Снимаем верхний и нижний слой. Должна получиться вот такая вот заготовочка. Что делаем дальше? Дальше мы берем этот кусок и просто растягиваем его на максимальную длину вдоль. Растягиваем максимально аккуратно, чтобы волокна не рвались, растягивали, растягивались и делали такой пушистый-пушистый коврик. Вот такая вот штука у нас должна получиться. Ну и дальше, собственно, мы просто скручиваем ее в аккуратный рулетик. Стараемся не прижимать никакие концы, чтобы это все было аккуратно. И отрезаем. Ну, вот так же делаем второй кусок. Вот такие вот рулетики у нас должны получиться. Далее просто вставляем их в нашу намотку. Входить ватка должна достаточно туго, не очень свободно, чтобы максимально хорошо передавать жидкость на намотку. Должно получиться так. Далее просто выкладываем нашу вату в ванночку нашей дрипки. Готово. Заливаем. Благодаря тому, что наша вата скручена рулетом, она начинает впитывать жидкость максимально быстро. И благодаря этому вы никогда не словите гариков. И можно парить ее прямо до суха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко подправим все это дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. Все безумно просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С вами был Тони Торнадо. До следующих встреч с новым видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...